Доброе утро, Полтава! Доброе утро, Полтава! Доброе утро! Сегодня у нас в гостях... Ирина Гальтвеница и Людмила Безуна Наши Facebook-друзья Но они не просто сегодня так Я увидел рекламу И резко так отреагировал Немножко мы с запаздыванием Концерт будет завтра Но давайте начнем с предыстории Начнем по порядку Ира, расскажите Какой стороной Что за концерт изначально? Нет, подожди Мы еще глубже идем Давайте глубже пойдем Почему именно вы Оказались В ряду тех людей, которые рекламируют Это все мероприятие А потом мы с Людмила И будем уже само мероприятие обсуждать? Это было случайно Абсолютно получилось Опять же Facebook Спасибо вам большое Это было преддверие Нового года И я увидела в ленте Андрея Павловича Баранова Вот ситуацию Что моя племяшка заболела Я еще Ну как-то неожиданно И вот такой страшный диагноз Пересмотрела А потом Ну и по работе То есть я набрала Тут ситуация действительно А ее только-только В Киев перевели буквально Ну это было Прошло несколько дней Вот И вот С первых дней я узнала Я зашла Я просмотрела всю информацию Видела это Это невероятное лицо детское Но от нее просто невозможно взгляда отойти И я прониклась Просто Прониклась всем К этой малышке Я не знаю Незнакомая Я ее никогда не видела Я не знаю ее родителей Но вот ее история И то, что такая Малюточка Один и три года Ну меня это Как-то очень-очень сильно Поразила Молошка шире Расскажите Чем ребенок болеет Это речь идет Это Катюша Попова Ей один сейчас И уже пять месяцев У нее обнаружили Перед Новым годом Ликоз Крови Седьмого типа Один из самых-самых сложных Который очень сложно Подается лечению Сложность его в том Что вот эти бласты Клетки Они очень умные И умеют сопротивляться Химии И была очень большая опасность Кроме того Что чтобы делать операцию Это сумасшедшие деньги Но еще не было гарантии Что это подастся химиотерапии Но повезло девочке И химия первая Прошла хорошо Сейчас мы ждем Результаты второй химии Буквально сегодня Завтра будут у девочки Брать пункцию Еще нужно будет Два блага химии После этого Можно будет говорить Об операции Но об операции Уже можно говорить И заключения врачей Такие Что у девочки У малюточки Есть абсолютно все шансы Полностью выздороветь Это успешно лечить Европу Это конечно Это очень большие деньги Где еще развлечения проходят? Сейчас она находится В клинике в Киеве А как в Киеве? А потом Не-не-не Операцию у нас В Украине Не могут сделать И тут Это будет делаться В какой-то из другой стран Это может быть Европа Может быть Любая другая страна Я не знаю на чем Сложность еще в чем Что Кроме того Что если даже найти деньги Там нужно найти донора А донора Искать Это можно До 5-6 месяцев А тут будет Очень маленький период Буквально После 4-й химии Когда там Нужно будет делать операцию Будет это окошко Срочно Срочно нужно делать операцию Денег еще Ну я не знаю Еще половины Очень большая сумма Очень большая сумма И еще огромной суммы Не хватает И вот буквально Через полтора месяца Уже наступает час Ипс Когда нужно делать Эту операцию Опять же И у меня знакомые Из Германии Они подтверждали С клиниками общались Ну и мама Есть все шансы Малышка бежит Но проблема Только в деньгах К сожалению И очень тяжело Хочется сделать максимально От себя возможное Помочь И всем волонтерам Всем девчонкам Все объединились Как-то с первой минуты Хочется сделать От себя все возможное Чтобы сделать Хоть как-то помочь Этой малышке Да Это страшная проблема По новой депутатам В Верховной Раде Тех Кому Вы знаете К кому я обращался И письменно И устно Давайте что-то делать С этим Потому что Это очень сложная проблема И с ними Особенно Это вообще страшно Ну Как вы можете Так спокойно На это реагировать Я не знаю Давайте что-то делайте Я надеюсь Все-таки они отреагируют Но кроме этого Хотя бы сегодня Очень много людей Которые могут дать Типа 20-30 гривен А он заберется Знаете По поводу 20-30 гривен В самом начале Некоторые люди Когда узнавали Там речь Шла там До 7 миллионов Да Вот Это сумасшедшая сумма Для обычной семьи Но это не поддельно Даже для Очень большая сумма Вот И некоторые скептически Были настроены Говорят Ой Таких денег Никто никогда не соберет Но знаете Взяв калькулятор И посчитав Если взять полтаву 300 тысяч Поделить На 7 миллионов Ну в общем 300 тысяч Это получится 27 гривен С одного человека Есть люди Которые тысячами жертвуют Есть люди Которые жертвуют И больше И меньше То есть Тут сумма растет Даже если каждый Сейчас Ну я Если каждый Даже 20 гривен Надаст Да Очень много людей Действительно Собрали большую сумму И очень много людей Очень много полковчан Поддержит и ярмарки Постоянно перечисления Счет И люди Может быть Даже многие Уже устали Но вот есть Может быть Которые еще не знают Об этой ситуации Даже какие-то 20-30 Это первый опыт Вашей благотворительности Под движение Благотворительности Ваш опыт А мой первый Да Да Наверное нет И постоянно Она где-то находит Что-то К сожалению Оно наверное Да Оно идет рядышком Нет это не к сожалению Это хорошо Знаете Лучше помогать И лучше мы будем Помогать Правильно Лучше помогать Старших Да То есть мы ориентируемся На разные Да Категории И население Да И возрастные тоже Поэтому Начинались ярмарки И я пришла вечером И меня ребенок мой Натолкнул на эту мысль По поводу концерта Вот Когда она мне сказала Посмотри Как я умею выступать И дай мне денежку И у меня вот это Как-то оно сработало Да И почему нет Вот Ну почему Вот Первое Кому я обратилась Это был Андрей Диденко Группа London Hills И я очень благодарна Этим людям Он сразу же Он сказал Да Без вопросов Я помогу Мы это сделаем Организуем На бесплатной Полностью основе Как бы Я очень благодарна Этим ребятам Что они пошли Нам на встречу И когда подумали Ну где Да Где можно Провести Это да Первое тоже Кому обратилась Вот ну Версаль Куда молодежь ходит В Версаль ходит Правильно Как бы группа Соответственно Как бы вот Тоже С первого звонка Сказали Без проблем Да Мы все организуем То есть люди Насколько быстро Шли на контакт И Насколько они проникались Этой проблемой И благодаря ярмаркам Которые уже были Мы были у всех на слуху Я сама участвовала Вместе с девчонками Волонтерами Мы стояли на морозе Там И я это все Сама проходила Вот Ира была На самой первой ярмарке Да Я уже была На других Это на самом деле Тяжело И воспринимать Нужно еще быть Где-то с психологом Чтобы работать С людьми Потому что Многие Знаете Реагируют Ну по-всякому Уж так у нас Сложилось Как бы обстоятельства В стране Да Что кто-то Сочувствует Кто-то сопереживает Кто-то Расспрашивает И даже останавливается Интересно им А как на сегодняшний день А вот мы были на той ярмарке А что вот Что сейчас происходит Люди начали систематически Включаться И приносить Помогать Звонить Уже интересоваться То есть стала такая Знаете Большая семья Вот Поэтому концерт Будет проходить У нас 1 марта В Версалим Да Завтра На 19.00 Мы всех Приглашаем Поучаствовать Знаете У каждого Свои Проблемы Вопросы Да Я понимаю Что многие люди Идут туда Повеселиться Просто Да Но я уже Им благодарна Вот на сегодняшний день Все билеты Которые Вот были проданы Да Я благодарна Что люди Внесли Свою Леп Туда Некоторые Давали деньги На билет Брали Говорили Я не приду Но вот Чем могу Знаете Очень приятно Поэтому мы всех Приглашаем Давайте мы Станем семьей Еще больше Объединимся Еще больше Я очень благодарна Ире Я конечно Чуть-чуть поздновато Знаете Как бы обратилась К ней На самом деле Очень много Ира Помогла в этой ситуации У меня тоже Я никогда Если Ира Где-то там Участвовала Хотя бы В каких-то там Проектах Для меня Это совсем новое Я вот как чувствовала Интуитивно Вот так я делала И думала Очередность этого всего Может быть Где-то Знаете Неправильно Но все учатся На своих ошибках Главное Мне главное Результат Мне главное Чтобы пришли люди Чтобы мы помогли Катюше И чтобы этот ребенок Не должна На сегодняшний день На любой день Стоять в жизни Цена жизни Застояться в деньгах Вот не должна Дети должны жить все Так не должно быть И мы не должны Как бы задумываться О том Сколько это стоит И сколько стоят лекарства Я не понимаю Почему наше правительство Настолько равнодушно Настолько нету Проектов для этих деток Почему Обычные люди Которые зарабатывают Минимальные заработные платы Бабушка Я наблюдала Как бы с девчонками Это все Когда идет бабушка Пенсионерка Я понимаю Какая у нее пенсия И она идет И дрожащими руками Кладет туда деньги Вы знаете Сердце кровью обливается Рядом Проходит мужчина Прилично одет Я говорю Да я вам не верю Ну что вы тут То есть Это насколько жутко Что люди Которые не имеют дохода Готовы последние отдать Чтобы помочь А наша власть Правительство Куда они обращались Ну на самом деле Я не хочу сейчас Назвать фамилии Но обращались К многим людям Которые могут помочь Которые Для них это ничего не стоит И почему-то у нас Все не мое Все чужое И меня это никогда Не коснет Самое страшное То что понимаете Государственный механизм Он изначально Создан для того Чтобы решались Эти проблемы Сами собой Но наше государство Почему-то Несмотря на то Что был Этот Нехороший президент Скажем так Несмотря на то Что прошел Майдан Все эти механизмы Просто не работают И у нас государство Имеет парламентско-президентское Правление Почему я в первую очередь Обращаюсь к депутатам Верховного Совета Потому что Я отлично понимаю Что в принципе В их силах А у них какие-то Политические передряги Я зато не буду голосовать Потому что Иванов Иванов Иванович В другой партии Он это предложил И мы становимся Заложниками И что самое страшное Наши дети И попадают Вот эту зависимость И когда случается Вот такое несчастье В первую очередь Я считаю Должно быть государство Государство должно Решать эту проблему Я неоднократно С 14-го года Я занимаюсь этой проблемой Неоднократно Видел семьи Которых Попадают Вот в такое несчастье И когда родители Начинают одалживать деньги Продавать квартиры Все Лишь бы спасти ребенка А государство в стороне Это очень меня давит И я считаю Это очень плохо Мы отвлеклись К сожалению На это мы не повлияем Но мы можем Мы очень даже повлияем Мы должны просто Идем Идет на встречу У нас есть депутаты Некоторые Которых мы можем Встретить в городе Ничего страшного не будет Если каждый из нас Будет подходить и говорить Скажу прямо Юрий Васильевич Пожалуйста Делай что-нибудь Я знаю Я знаю Что вот есть Стороной медицины Отлично Опикается Есть Константин Ищетин К сожалению Он не по нашему округу Но он очень много сил Прикладывает На это дело Вопросов нет Ну По новой депутаты Ну делайте что-то Давайте сейчас поговорим О группе Которая будет выступать Что это за ребята Ребята Я училась Андреем Диденком В Аграрной Академии Ребята начинали Знаете Как все студенческие группы Да Там Вот пели Нравились Андрей Он очень талантлив Они участники Многих проектов Да Уже Украинских Таких Да Грандиозных Голос Краины Тоже Вот они тоже участвовали Ребята Сейчас Ну скажем так Я думаю Что они так На пике славы Да Как группа еще раз Лондон Хилл Люда Я думаю Не на пике Я думаю Еще впереди Еще впереди Еще дальше На самом деле Я Очень благодарна Этим ребятам И ребята Они уже участвовали Вот я только Скажем так Не знаю В каком из проектов Но уже было у них Участие Вот таком Как мы сейчас Делаем В благотворительности Может быть Поэтому они Откликнулись Потому что Считают Что пробовали Знают Что помогать Нужно Это классно Это замечательно Когда ты можешь Кто-то деньгами Кто-то делом Может помочь Каждый из нас Каждый из нас Может помочь Чем-то Чем может Кто-то не может Деньгами помочь Но он может Встать Пойти И сделать Поэтому Я всех приглашаю Пожалуйста Приходите Будет и весело Тоже И с ребятами Можно будет Пообщаться И повеселиться Как бы Жизнь Идет 60 гривен Мы делали Доступную Еще тут Есть такой Моментик У нас получается Двойной Благотворительный Концерт Очень много Людей говорят Мы уезжаем Мы не можем Но мы пришли Мы можем Так отправить Денеги Или билет купить И вот для таких Людей Которые хотят Помочь Но не могут Прийти У нас есть Такая услуга Знаете Как подвешенный Кофе Есть такая услуга В кафе У нас подвешенный Билетик То есть человек Оплачивает Уже есть Девчонки Которые помогают Они приходят Подписываем И потом Даем ребятам Там Это то ли Незащищенных Слоев Которые хотят Помочь Хотят пойти И не могут Поэтому Это могут быть Я очень хочу Сейчас у меня Встреча сегодня С интернатом Может быть Старших деток Пригласить Несколько Им будет интересно Выйти Ну если там Будет Подвиженный Может быть Кто-то там Из других Слоев Потому что Мы работаем Тоже Мы в Полтаве Все знакомы Общенные Фонды Общественные Организации Вот И поэтому Понятно Уже есть Человек 15 Которые готовы Пойти И мы для них Тоже собираем Эти билеты Я вчера Когда увидел Эту рекламу Списался Созвонился С Ирой Накричал на нее Почему? Потому что Почему? Почему Мы оказались Неудел Вы меня извините Я всем Мы всегда открыты И вот такие вещи Мы готовы Всегда Помогать Чем сможем Сегодня мы можем Вот так вот И мы приглашаем Всех Кто может Завтра на концерт Лондон Хилл Хилл Не слышал еще Ну надеюсь Что Может удастся Все таки Вы поговорите Приходите Мы может быть Придем Не обещая Еще Но то что Ребята должны Побывать у нас Поговорите С ним Мы очень хотели Быть с ними Тоже так А так Всем добра В сердце И еще Александр Адемедович Сегодня день рождения С днем рождения С днем рождения С днем рождения Счастья Крепкого здоровья Спасибо Всем доброго утра Удачного дня Работаем для вас Спасибо вам Адемная За помощь Не за что Надеемся что поможет.